Меня зовут Константин Эггерт. Это итоговый выпуск программы «В тренде» за 2023 год. Второй год широкомасштабного вторжения России в Украину. Все это время мы пытались понять, как строится отношение путинской власти и российского народа в это военное время. Вот что об этом думает политолог Екатерина Шульма? Будет продолжаться столько, сколько будет телу Путина, чтобы забрасывать, так сказать, украинские окопы. Или столько, сколько у него будет его собственное тело. Это тоже довольно важный фактор. Персоналистские автократии, они называются персоналистскими небезпечными. Так вот, режим наш, так сказать, вот этот вот порядок вещей, политическая система, действительно выглядит, скажем так, имеющий запасы устойчивости. Но надо иметь в виду, что одна из ее, так сказать, запасов и ее устойчивости состоит в том, что это не идеологизированный режим, соответственно, не связанный, в отличие от советского, никакими идеологическими рамками. Он стоит вот на этой болтовне. Он может завтра наболтать что-то другое. Есть ощущение, что лично лидер очень персонально инвестировался вот именно вот в этот специфический сценарий покорения Украины, поэтому ему как-то трудно будет. Хотя у него такой навык, он может, как это по-русски сказать, выбраться почти из любой ситуации. Я в него верю в этом отношении. Но тут все труднее и труднее с каждым новым месяцем. А вот сама система не инвестирована в это пока. Фактор времени имеет значения. Год это нисколько, как ни ужасно это звучит, но если в таком режиме лет 5-8-10 проболтаться, можно вырастить поколение, вот школьный курс с 1 по 10 класс, которая не будет знать никого другого положения вещей, и можно пересадить элиты на другой, на способ потребления, связанный с войной. Давайте так скажем гораздо проще. У меня вообще есть ощущение, я вот очень в эту сторону смотрю, потому что, мне кажется, это важно, кто бенефициары войны. А бенефициары это не те, кто жил хорошо и продолжает жить хорошо. Элиты, в общем, воспроизводят свой образ жизни. А те, у кого не было ни гроша, вдруг Алтын. И кто это вот так? Вот смотрите, да. Из многочисленных способов отвечать на этот вопрос может выстроиться некий контур вот этого нового общественного договора. Потому что ведь прежний общественный договор действительно состоял в том, что вы живете своей жизнью, не лезьте к нам в наши политические, да, политическое это дело начальства, но мы не лезем к вам в вашу частную жизнь. Это договор с гражданами, договор с элитами, вы будете обогащаться здесь, и вы будете жить международной жизнью. Так вот, для элит этот договор был расшатан санкциями, изоляцией, а для граждан мобилизацией. Обратите внимание, что это разведенные во времени процессы, да, как ни удивительно это может показаться людям, так сказать, вовлеченным в тему, но, судя по социологическим данным, граждане поняли, чего произошло только 21 сентября, а не 24 сентября. Рабочий кипот из Майя стоит вот в чем. Судя по всему, и для граждан, и для элит новый общественный договор пока состоит в том, что мы дадим вам много денег. То есть на этом новом фасаде написано не империя или смерть, не кровь и почва, не написано деньги. Гражданам платят, сколько никогда не платили. Деньги за мясо, вот если совсем грубо формулировать. Никогда государство простым людям столько денег не давало ни за жизнь, ни за смерть. Вы имеете выплаты мобилизованным, вагнеровцам, добровольцам, контрактникам, вагнеровцам, за погибших, льготы семьям. Дети поступят в любой вуз без экзаменов, льготная ипотека, списание долгов, списание долгов по ЖКХ. То есть вот мы вам заплатим. А для элит это какое-то воровство, возможно, на новом уровне, чьи контуры мы пока только смутно наблюдаем. Мы видим по каким-то ряду признаков, каждый отдельный из которых ничего особенно не значит, но вместе они создают нам картину какой-то новой вольницы в обращении с бюджетными деньгами. Значит, восстановление Мариуполя, это, судя по всему, какая-то оргия, просто невообразимая. Странные штуки типа все платежи всех налогоплательщиков переводим в одно казначейство в Туле и почему-то возвращаем по итогам года очень большие суммы НПЗ, нефтеперерабатывающим заводом в виде обратного акциза. Плюс еще некоторые мои наблюдения за законотворческим процессом, где все время отдаются все новые и новые бюджетные полномочия правительству, мимо Думы и без какой бы то ни было публичности, кажется, говорит о том, что да, вы не сможете больше ездить на Запад, и даже дети ваши не смогут там учиться, их там депортируют скоро оттуда, но зато вот здесь, внутри страны и в Дубае, вы сможете вывести любые деньги и там вот веселите сколько хотите. Если моя гипотеза рабочие права, то мы увидим остановку внутриэлитных репрессий, то есть перестанут за коррупцию хватать. В Киеве программа «В тренде» в этом году побывала два раза. Там все по-прежнему стоят на одном. Ничего меньше, чем возвращение к границам 1991 года, включая Крым, Украина, украинский народ не примут. Советник президента Владимира Зеленского Михаила Подоляк считает, что это навсегда похоронит российский реваншизм. Мы знаем, что официально стоит цель вернуться к официально признанным границам Украины. Есть ли какая-то ситуация, при которой Украина согласилась бы вернуть не все? Это одна из самых больших ошибок. Думать, что это запустит мирный процесс. Россия не является государством созидательного типа. Россия является классическим экспансионистским государством. Для нее принципиально важно доминировать на внешних рынках. Потому что за счет этого она компенсирует внутреннюю низкую содержательность. То есть низкое качество жизни, если говорить по-простому. И, соответственно, Россия не может отказаться от экспансионизации. Неважно, в каком виде он будет проявляться. Либо в доминировании информационном, либо в доминировании коррупционном, либо в доминировании энергетическом. Но на самом деле это тоже коррупционное. Либо в принципе в принуждении других стран. Вот Россия, посмотрите, тональность. Долгое время, как Россия себе позволяет разговаривать, мы приняли решение, и вы должны согласиться. Мы приняли решение. То есть там нету конструкции диалога. Россия всегда хочет доминировать. И, соответственно, любая часть территории, которая останется у России, украинской территории, любая часть территории, это будет плацдарм для следующего этапа войны. Почему? Потому что три причины. Первое. В России, если она останется хотя бы на части территории, не начнется процесс внутренней трансформации. То есть она не пойдет на обновление элит. Но тогда параллельно будет развиваться два других процесса. Первое. Ненависть будет масштабироваться. Ненависть с нашей стороны. Мы же их унизили. Они же ведь долгое время на внешнем рынке продавали, что бойтесь нас. Мы самые сильные. В Европе вообще мы доминируем над всем. И так далее. Но мы их унизили. Они будут так рассматривать это. А, соответственно, ты будешь постепенно продумывать разные способы мщения за унижение. То есть, соответственно, они будут резко увеличивать объем ненависти к Украине. И параллельно будет идти третий процесс. То есть, грубо говоря, там реваншизм. Реваншизм такого максимально оголтелого типа. Это будет доминантная идеология в России. А третий процесс, который будет идти, они поймут все ошибки этой войны, масштабной войны. И они, соответственно, будут резко апдейтить свою армию. То есть, будут вносить коррективы в способ войны, в тактику войны, менять генералитет полностью, выводить на первые роли людей, которые сегодня принимают участие в боевых действиях в званиях полковник, майор, капитан и так далее и тому подобное. Будут менять армию, будут убирать всю эту старую гвардию типа Шойгу и так далее. Будут усиливать, условно говоря, силовые вертикали, специальные службы и так далее. То есть, мы получим максимально адаптированную и намного более опасную Россию через буквально пять лет. А если вы вернете к границе 1991 года, почему не может быть всего этого реваншизма? Ну, просто попробуем взять назад. Потому что в самой России возврат к 1991 году будет означать, что их тотально обманули. Ведь они отказались от свобод, они отказались от многих для нас с вами абсолютно привычных норм, отказались в пользу величия. То есть, им обещали великую Россию, которую все боятся. А когда они уходят на 1991 год и теряют два сакральных места, это Донбасс, который 8 лет кто-то бомбил, как они говорят, и тем более Крым, это будет означать, что никакой великой России нет. То есть, их обманули. А вот президент фонда «Свободная Бурятия» Александра Гарможапова считает, что имперское чувство присуще далеко не только этническим русским, но и многим другим народам России. Более того, они, по ее мнению, готовы умереть за империю. Хотите сказать, буряты чувствуют себя точно так же, таким же хозяем империи, как, ну скажем, там, этнические русские? Нет, буряты чувствуют себя в данном случае немного иначе. И это связано с попыткой выслужиться перед империей. Сказать, смотрите, как мы стараемся ради вас, мы погибаем ради вас, признайте нас равными. Это комплекс колониализма, это травма колониализма. Она связана с тем, что люди привыкли фактически, что им не сдают квартиры в Москве и в Петербурге. Люди привыкли, что им говорят, валите к себе в Китае, в Узбекистан или еще куда-то. И им хочется, чтобы их признали равными. И для них это может быть в некотором смысле подсознательно, некая возможность доказать, что они достойны. Я считаю, что это очень сложный психологический момент. Второй, еще сложнее психологический момент. Украинцы часто задавали один вопрос, ну как, почему буряты в составе российской армии воюют против нас? Ведь вы должны быть с нами в одной лодке. Мы боремся с империей, мы боремся за свою идентичность, мы боремся за право быть украинцами, говорить на украинском языке, за право знать собственную историю. Почему же вы воюете против нас? И мне кажется, что на подсознательном уровне это ненависть к украинцам, потому что они смогли отстоять себя, а вы нет. Почему, если я не говорю на бурятском, украинец будет говорить на украинском? Он тоже не должен говорить на своем языке. Чем он лучше? И вот это какая-то испорченная абсолютно психология. И по сути мы здесь можем говорить о травмах. И почему мы очень часто говорим о том, что Россия нуждается в ревизии собственной истории, в изучении собственной истории? Потому что изучение собственной истории и признание исторических ошибок – это работа собственными травмами. Историческими, а значит психологическими. Секундочку, но там воюют абсолютно все. Там воюют и русские, и татары, и буряты, и тувинцы, и кого только нет. Россия большая страна, и в ней много национальностей. Какая-то часть, по крайней мере, оппозиционеров, с которыми я говорил, эмигрантов, говорит, ну, слушайте, мы понимаем, что война имперская, мы понимаем, что она несправедливая, агрессивная и так далее. Потом просто смысл такой, что это не выглядит так, то есть это не то, что русские прячутся за спинами бурят или тувинцев, русские там тоже умирают. То есть это имперская война, которая касается всех в России. Вот про этот разговор. Мне кажется, что, смотрите, очень интересный такой момент. До войны мир не видел, что Россия – это не только русские. Потому что, если опять мы включим федеральные телеканалы, мы включим какие-то сериалы, фильмы, я не думаю, что вы видели в главных ролях, там, история любви, например, кого-нибудь, чтобы там главные герои были представители этнических меньшинств России. Потому что этнические меньшинства России играли только дворников, массажистов или какой-нибудь обслуживающий персонал в этих фильмах. Но зато, когда потребовались ресурсы для войны, резко оказалось, что у нас многонациональная страна и этнические меньшинства нужны. По сути, опять же, мы говорим о сути империи, которая заключается в том, что этнические меньшинства коренные народы нужны империи только для того, чтобы они погибли за империю. Но мы должны учитывать, что любая империя держится на силе, метрополии и на лояльных представителях этнических меньшинств, то есть колоний. Да, Путин отправляет Бурят в Украину погибать ради империи, но человек, который выполняет его приказы, это глава Бурятия Алексей Циденов, который является представителем бурятского народа. И военный прокурор Российской Федерации, который не реагировал на многочисленные заявления военнослужащих и желавших расторгнуть контракты, но которым не давали этого сделать, его зовут Валерий Петров, это представитель, опять же, бурятского народа, бывший прокурор Республики Бурятия. Поэтому я не совсем согласна с некоторыми представителями этнических меньшинств, которые пытаются упростить эту конструкцию. Говорят, вот есть плохое этническое большинство, это русские, а вот есть хорошие буряты, татары, чуваши, тувинцы. Это неправда. 29 июня Россию и мир потряс мятеж наемников ЧВК Вагнера и ультиматум Кремлю их спонсора Евгения Пригожина. Наемников нейтрализовали, но последствия произошедшего будут еще долго сказываться. Вот такую версию высказал в интервью в тренде бывший премьер-министр России Михаил Касьянов. Сотни тысяч российских бюрократов, госслужащих, те, на ком держится этот режим. Какой вывод они сделают? Как они после этого будут относиться к режиму и лично к Путину? Я думаю, что первое, что они все-таки чуть-чуть разобрались, они понимают, что это произошло, но главное, что вывод какой они для себя делают, и я делаю, и я думаю, что и многие россияне, что трещина пошла, и пресловутая стабильность, которую Путин нахваливал и убеждал себя и весь мир, все эти 23 года, значит, Пригожин фактически эту стабильность всю разрушил. Миф разрушил. За что Путин его никогда не просит. Более того, я думаю, что он может быть даже ликвидирован, Пригожин, поскольку Путин такого не прощает. И поэтому все чиновники высокого уровня, безусловно, понимают, что пошла трещина, и что Путин, оказывается, теперь уже не является в их понимании их лидером, защитником их интересов, защитником, защитником их собственности интересов, активов в широком смысле, и не является модератором, то есть, так сказать, регулировщиком всех отношений внутри системы. Поэтому уже система, как я называю, дала трещину. А более того, я скажу, что Пригожин опередил Украину. Я ожидал, что эта трещина начнется со серьезных весомых побед украинского контрнаступления. И я думаю, сейчас украинские победы предстоящие, они неизбежны, значит, они эту трещину будут очень сильно расширять. И как будут вести себя эти руководители на разных постах, что в федеральном правительстве, что в региональном, я думаю, что они перейдут автоматом, не задумываясь об этом, к способу протеста, то, что называется итальянская забастовка. То есть возьмут свою должностную инструкцию, как положено исполнять. И любой приказ будут исполнять вот по этой инструкции, а не то, что там как есть, там сейчас все сделаем. А потом оформим задним числом, оформим какое-нибудь там постановление или распоряжение. Так уже не будет происходить. То есть оперативность или строгость или стройность вертикали власти уже, можно считать, начала разрушаться. Объясните, почему Пригожин эту трещину сделал? Ведь Путин решил вопрос. Не было горящей Москвы, штурмы Красной площади и так далее. Ну, они же все работают под законами. Только Путину разрешено работать так, как он хочет. Они-то работают под законами, и на каждого из них автоматом сразу же формируется крючок. Не обязательно, что он будет объявлен даже органами ФСБ или там МВД или Следственным комитетом. Но эти крючки сразу же за любое мелкое нарушение, они сразу же формируются. И прекрасно любой вице-губернатор, тем более губернатор, они все прекрасно это знают. Чуть отступил в сторону, все. Так же, как и министр, и замминистр федерального правительства. Так работает система путинская. Внедрение коррупции и внедрение, так сказать, жизни по понятиям, а не по законам. И этот вот как раз путь, или там договоренность по этому мятежу как раз демонстрирует о том, что никаких правил, даже где-то там частично соблюдаемых, даже в таких вопросах, как жизнь и смерть, вооруженный мятеж, это жизнь и смерть, 18 человек погибло, что даже в таких вопросах не существует правил. ФСБ утром получает приказ возбудить уголовное дело и арестовать, а вечером ФСБ получает приказ все отменить. Кстати, ФСБ это Путину не забудут никогда. А ФСБ это не авторитарная организация, это корпорация. И они, Путину это не забудут. Вот такое обращение с ними. Унижение. Унижение. Потому что они прекрасно знают, что они, ФСБ, являются главным инструментом удержания Путина власти. И Путин это прекрасно знает. Без них он завтра уже может потерять свою власть. Потерять, но как? Внучка смещенного в результате заговора советского лидера Нина Хрущева полагает, что с 1964 года в Кремле, конечно, многое изменилось. Многое, но не все. Ну, я понимаю, что Путин может умереть. Но может ли вот тогда будет какое-то выяснение отношений борьбы за власть? А вот 1964 год, это возможно? Заговор? Может, конечно. И, честно говоря, меня удивило, что это не произошло в начале. Потому что мы видели, что вся его, как говорится, элита, она была в шоке с отвисшими челюстями. Там каждый реагировал. У Матвиенко была истерика, у Нарышкина был сердечный приступ. Ну и так далее. После начала полномасштабного полномасштабного, после 24-го, было ощущение, что вот сейчас и когда, потом, когда сдали Херсон год назад, то есть вроде вот эти все моменты, когда приняли эти четыре образования, как их там мы называем, все молчали, все клали под козырек, но одновременно было видно, что это все, в общем, кто-то хочет, чтобы скорее все это закончилось. Я думаю, что проблема в том, что, во-первых, потому что как бы на Западе все время обещают, что сейчас их будут подвешивать за ноги и все другие места, когда это все закончится, то есть они выбирают меньшее для себя страдание. Потом, все-таки, опять же, когда всех говорят, что вы должны быть уничтожены, то как-то не хочется. А главное, что вот это, кстати, к вопросу о Сталине и Хрущеве, эта система, она, когда Сталин подписывал со всеми остальными, он же вязал кровью. Они все повязаны, это сейчас не такая кровь, но они все повязаны. И они не знают, что если, например, Лавров говорит, вы знаете, я не могу просто эту фигню нести, это конец света. А рядом с ним стоит Патрушев, который ему когда-то сказал, да, я тоже, я мужик, я точно так же думаю. Но ты не знаешь, а побежит Патрушев туда и скажет, слушай, этого надо повесить. это докладывать. То есть они не только не верят окружающему миру, они еще себе не верят. И это точно хрущевская формула. Вот это банка с пауками. Но тогда была коммунистическая банка с пауками, которая по сравнению с Кагибистской банкой с пауками вообще ничто. Это просто рай, и в котором и Змея, и Адам, и Эва живут в полном согласии и любви. Путин создает путинизм. Он создает свою путинскую Россию. Но вот банка с пауками меня все время спрашивает, а что бы Хрущев сказал? Я говорю, Хрущев бы сказал, вы хотели Кагибиста, вы его получили. Потому что, когда коммунистическая банка с пауками, вас ругают на красном ковре, выгоняют из партии. Вот у Хрущева главное было наказание. Выгнать из партии с Андреем Дмитриевичем Сахаром, когда он беспартийный, ему все равно выгнать. То есть выгнать из партии. А эти вешают на деревьях. Вы говорите, что это Кагибистская банка с пауками, а не путинская. Это означает что? Что если Путин завтра умирает, то останутся те же самые Кагибисты в власти? Ничего не изменится? Но это и путинская банка с пауками. Потому что Кагибистская банка с пауками, там, скажем, генерал КГБ, как Иванов, как его зовут, Сергей, или даже Патрушев, это одно. А майор КГБ в этой банке с пауками, это совершенно другое. Причем майор КГБ невысокого роста, который говорит, что он выше, чем он есть на самом деле. То есть он, правда, подполковник, но он все равно майор. А майор, потому что это его настоящий чин. Подполковника ему дали, когда он уходил из этой организации. И это такая еще банка с пауками, у которой пауки маленькие, но хотят сделать вид, что они очень большие. То есть показать еще генералам, типа Иванова, Патрушева и так далее, что он, между прочим, тоже генерал. Вы бы в Украину не пошли, а я вот сейчас тут вам всем покажу очередную Кузькину мать 22. Путина смеют люди из режима. Вопрос в том, кто они будут. Неизвестно. Вполне может быть, я не знаю, там Мишустин, Собянин, это как бы лучший вариант для всех, все говорят. Патрушев, Лавров, предположим, это какой-то другой вариант. Выходит Алексей Навальный и на белом коне въезжает в Кремль и говорит, что вот сейчас против коррупции и все остальное. Россия, страна непредсказуема. То есть, если кто-то скажет, что они знают, как будет, они врут, потому что знать это, я думаю, невозможно. Адвокат Илья Новиков сегодня живет в Киеве и помогает вооруженным силам Украины. А когда-то он жил в России и был участником программы «Что, где, когда». Я спросил его. Я понимаю, что «Что, где, когда» это просто телевизионная игра, которая там, собранные люди с определенными качествами. Умные люди. Как получилось, что все умные люди в России вот это все допустили? Их же много, умных людей. Как это получилось? Давай не будем льстить никому и присутствующим в том числе. Шоу это шоу. Но вот тебе, пожалуйста, Максим Поташов, с которым я общался долгие годы, он не был моим близким другом, но мы были хорошим знакомым. Вот он прошлой осенью выступал перед мобилизованными вот этими призывниками российскими, толкая им какую-то совершенно завиральную историю про геополитику, жизненное пространство России, необходимо защищать интересы. Да, пожалуйста. Кто андалис? Если бы ты спросил, если бы ты спросил кого угодно, кто смотрел эту передачу, Максим Поташов умный человек, тебе бы ответили, да, конечно, умный. Вот он какой замечательный, как он. Прекрасно отгадывает загадки. И вот к чему он пришел. Анатолий Вассерман, депутат Российской Думы, одессит, который до войны казался таким милым, эксцентричным чудаком, а сейчас он упырь, людоед, который, ну, там можно, конечно, до сих пор думать, что он так не всерьез говорит, что там надо уничтожить Украину полностью или что-нибудь еще в этом духе. Но он все еще говорит. И он и говорит без каких-то кавычек в воздухе вполне себе. Поэтому не надо листить людям, не надо думать, что шума чего-то из этого спасает. Ну, я шоу это как метафора, но еще другой человек в твой одной фамилии Сергей Новиков. Говорят, правая рука Сергея Кириенко. Там, кажется, опера пишет, что-то еще такое. Он не участник программы, но у него была роль в программе «Что, где, когда?», как я понимаю. Вот он, по-моему, 77-го года рождения. Вот он, что не понимает, что происходит в России? Я не знаю, что происходит у него в голове. Я думаю, что, ну, если не какой-то там жесткий самогипноз и самооблучение, конечно, и все понимают, к чему все идет. То есть, они говорить могут все что угодно, но внутри себя они понимают. Ты спрашивал, как умные люди могли это допустить. Вот тебе, пожалуйста, сценарий для умного человека, только бессовестного, конечно, который мог этой ситуацией воспользоваться. Вот он делал карьеру при Путине, он заработал деньги какие-то большие, естественно, коррупционные. В разной форме это может появляться, да, это может быть прямое вырасту, это могут быть подарки за влияние, как хотите. Вот он эти деньги заработал. И сейчас, если у него получится отползти от этой ситуации, укорениться где-нибудь в хорошей стране европейской, где он уже, скорее всего, укоренил своих детей, где он уже будет защищен от выдачи, потому что он отец там, какой-нибудь гражданин этой самой страны, он не засветился явным образом вот в этих вещах, а то, что у него какие-то коррупционные истории, но это с кем не бывает, как говорится, суд разберется, европейский суд разбирается долго и, как правило, мягко. Вот тебе, пожалуйста, это человек умный. У него все получилось, что он хотел. Он, конечно, хотел плохих вещей, он эти деньги свои заработал кровью чужой, но он умный и, в принципе, то, что он хотел, он достиг. Поэтому, чем ему было не допустить такого? Но ведь он может и не выскочить из этого поезда. Но кому-то повезет, кому-то нет. Вот умному человеку, вот такому, такого типа, ему может повезти легко. Мы, естественно, будем со своей стороны делать все, чтобы им не повезло. После войны охоты на нацистов или на расистов, вот как бы их называть, на этих людей, которые помогали вести эту войну. Может быть, они, не для всех из них было очевидно, что эта война начнется, но что она началась. И тот, кто с поезда не слез на этой остановке и продолжает на этом поезде ехать, они, конечно, несут на себе эту ответственность. Вот наша работа послевоенная, юристов в том числе, да, и, в общем, на самом деле любых людей, во многом будет совместиться к тому, чтобы им не повезло, чтобы у них не получилось, чтобы они не смогли дожить счастливо до своей естественной смерти в преклонном возрасте на тех деньгах, которые они заработали, готовя, помогая создавать условия, при которых эта война стала возможной, и помогая ее вести. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин